Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. А, ты что это, падла? Забыл, как сыр под гусеницами хрустел. М? Забыли? Я нет. Как пармезан дорогущий, хороший, вкусный, да, и вот под гусеницами. Ну да ладно, ничего страшного, ребята. Если кто-то забыл, наши умельцы из властей и органов государственного подавления, ой, Федеральные службы безопасности, придумали кое-что новое, что вас обязательно позабавит. Помните эти чудесные посткрымские санкции, которые якобы никак не могут повредить простому народу, а в итоге отдуваются за все простой народ? Чудесные санкции. Но так вот, мы соскучились, нам стало скучно, и власть придумала для нас новые развлечения. Сейчас расскажу, какое, но прежде всего прошу вас, друзья, если вы еще этого не сделали, подпишитесь на мой канал, не забудьте поставить лайк под этим и другими видео, и посмотрите, у меня в загашнике очень много интересных и честных, откровенных видео. И попрошу вас, друзья, обратить на них внимание. Также по возможности, пожалуйста, поддержите мою деятельность. Данные о поддержке вы найдете в описании к этому ролику. И вообще обращайте внимание на описание моих роликов. Я опытный газетный журналист, и у меня там частенько бывают полноценные заметки. Роликов я снял уже много на различные темы. Смотрите, что ж, а теперь расскажу вам. ФСБ России, ну, дало поручение САФФЕДу РФ организовать закончики, которые позволят завершать телефонную связь со страной, откуда РФ атакуют телефонные террористы. А пупить? Объясняю. В общем, звонил такой, есть такой пранкер Вальнов, ну, такой конченый довольно персонаж, который там по маме оскорбляет, там дела делает. Ну, в принципе, любой нормальный, адекватный человек, просто если ему по телефону нахамят, ну, не надо хамить, а вот это положите трубку, не теряйте лицо. А люди теряют лицо, он это записывает, ну, да ладно. Он очень не любит Россию, и его группа, я уверен, что это они были, совершали обзвон террористических российских больниц, школ, детских садов, подонки. Это было весной и летом всего года. Как отвечает власть? Они будут отключать телефон. У вас болит голова? Давайте мы вам ее отрубим, и она перестанет болеть. Понимаете, вот в чем трындец. Эти хулиганы телефонные, они используют для звонков вовсе не телефон. Они используют IP-телефонию, интернет, скайпы всякие разные, понимаете, их много, этих телефончиков. Можно обрубить все провода с Украины, а хулиганы не перестанут звонить. Понимаете? То же самое, как с сыром, да, можно раздавить показательно сыр, а бабки все равно будут входить и выходить. Вот. Вы знаете, да, это конченое совершенно, только конченым людям такое может прийти в голову, потому что страдать будут не террористы, а бабушка не сможет внуку позвонить. Брат к брату, сын отцу. И еще больше братское государство Украины будет отрублено от России. Для чего это нужно, телефонную связь обрубать? Вот чтобы простой народ это отделился, им надо полностью братство у нас обрубить, понимаете? А для бедных, простых людей телефон очень важен. А сколько стариков лишатся возможности говорить? Сволочи, а? Просто слов нет. А ужас в том, что вот у власти люди, которые страдают паранойей хронической, и у них готовые стереотипические алгоритмовые решения на любую проблему. Болит голова, отрубить голову. Плохие вещи говорят, заткните уши. Вот. И теперь, телефонные террористы, давайте отрежем себе уши. Понимаете? В итоге, хуже будет простым людям и России, а не Украине. Самоблокация. Это дегенеративнейший метод. Это означает, что власти нечем крыть. И на самом деле, ну, они катятся под откос. К сожалению, вместе с нами. Давайте от них отцепимся, ребята. Что ж, желаю вам всем доброго дня. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик жмите. И поддерживайте мою нелегкую, честно скажу, нелегкую, но весьма бодрую трудовую деятельность. Тем, кто дослушал до этого места, здесь и далее, слушайте до конца мои ролики. Потому что я вам сейчас, дорогие друзья, расскажу напоследок анекдотик, если вы позволите. В общем, Хрущев обещал, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Горбачев пошел дальше. Он обещал всем жить в отдельных квартирах. Ну, а Путин, наш царь и бог, отправил всех в рай. Вот. Ну, и еще один анекдот. Сегодня стартовали переговоры Путина и Эрдогана. Вчера были переговоры Путина и Макрона. А когда будут переговоры Путина и народа? Или у нас все нормально и обсудить нечего? Да, пишите ваши анекдоты в комментариях, дорогие друзья. Пожалуйста, придерживайтесь приличий и всего такого. Ну, что ж, с вами был я, Захарыч Блаженный, from the Raven's Nest. Ну, что ж, доброго...